МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Точат зубы в засаде и расставляют кровавые селки. Любители пикников на природе поджидают местные. Американцы и африканцы спелись с русскими. Память о предках объединяет континенты. Сегодня не не можно иметь прививку, а иметь нашу. Рождение новой виноградной истории. В Темрюкском районе солнечную ягоду воспитают колыбели. Я не думаю о том, что 70, а сколько мне осталось? 3, 5, 10, 20 лет. Лучший подарок – операция, причем самая сложная. Круглую дату отмечает укротитель скальпеля и герой-трудоголик с чувством юмора. Они в первую очередь должны сказать свое веское слово. Пришлись ко двору или зеленые миллиарды. Каким быть улицам Кубани решают только их жители. Управляется полностью через радиоканал. Питается бензином и слышит на расстоянии. Житель Крымского района изобрел универсального питомца. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале Кубань 24. Здравствуйте. Расскажу о самых важных событиях дня. Рискованный пикник. Медики Краснодарского края бьют тревогу перед предстоящими майскими праздниками. Тысячи туристов, которые отправятся отдыхать в лес, разом рискуют оказаться в смертельной опасности. На пороге сезон бешенства животных. Только за последние 4 месяца в медицинские учреждения «Край» по поводу укусов братьев наших меньших обратились почти 3000 человек, в том числе 818 детей. Смертельный вирус передается человеку после контакта со слюной зараженных. Лисы, енота, кошки. Сегодня в Ростовской области в больницу после укуса больной собаки попала 7-летняя девочка. Впрочем, теперь врачи предупреждают и о других переносчиках. За последние годы участили случай бешенства у безобидных с виду белок и ежей. Животных с бешенством в этом году уже обнаружили в Урмавире, Белоглинском, Успенском и Тихорецком районах. Медики призывают всех владельцев домашних питомцев ежегодно делать им вакцинацию. В случае заражения кошки или собаки уже не помочь, в отличие от человека. Сейчас вместо 40 уколов живот пострадавшему вкалывают 6 доз вакцины в течение 3 месяцев. Но важно не терять времени и сразу обратиться к врачу. Не стоит на природе забывать и о древнейших паразитах-клещах, переносчиках болезни лайма. Их жертвами в край уже стали более 330 человек. Среди них почти половина – это дети. Специальные службы продолжают обрабатывать леса и парки. В планах опрыскать специальными препаратами более 1000 гектаров. Чтобы избежать укусов клещей, специалист рекомендует осматривать себя после каждой прогулки. Во время пикников надевать брюки, одежду с длинным рукавом и обрабатывать ее спецсредствами. А вот где точно стоит быть аккуратным, так это на улицах Краснодара в час пик. Есть риск заострять в пробке. Как не оказаться заложником в собственном авто, расскажу прямо сейчас. Итак, краевой столицы Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов. Не критично, но на некоторых улицах уже тесновато. К примеру, чтобы преодолеть затор в районе Чистяковской рощи, понадобится терпение и целый час времени. Единственная лето – пробка. Давайте проверим по камерам. Не просто сейчас на Российской перед Кольцом 40 лет победы. Машин много, двух полос явно всем не хватает. Этим вечером район загружен больше, чем обычно. Многокилометровый затор образовался на подъезде к Тургеневскому мосту. Придется постоять на Кубанской набережной, Калина и Буденова. Не стоит расслабляться тем, кто едет в сторону Юбилейного. Затор начинается от Кожевины, продолжается на Минск и заканчивается лишь на Думенко. Скорость движения здесь не превышает 40 км в час. Перемещаемся на Офицерскую. Здесь, как всегда, аншлаг. Ехать сложно как на выезд из города, так и в обратном направлении. Основная пробка собралась перед Кольцом. Объехать затор по соседним улицам, увы, не получится. Ну а сейчас переместимся в Сочи, посмотрим, как там обстоят дела. Перед нами дублер курортного проспекта. На этом отрезке простоев не предвидится. Скорость приличная в оба направления. Постоять придется разве что на съезде. Тут небольшая авария. Практически такая же ситуация на перекрестке Виноградной и Пирогово. У машин немного затора не видно. Поток движется стабильно. Больше 40 км в час. И возвращаемся в Краснодар. Самая длинная пробка была сегодня на улице Красной от Буденного до Офицерской. Ее протяженность составила чуть больше трех километров. Но мы продолжаем. Более 50 государств мира встанут под знамена бессмертного полка. В этом году патриотическая акция станет самой массовой. Плечом к плечу в День Победы с портретами героев пройдут жители сотен городов по всей планете. Осло, Рига, Брисбин, Токио, Чикаго, Бостон. В США празднование 9 мая уже стало традицией. Причем в шествиях принимают участие не только потомки советских воинов, но и молодые американцы. В прошлом году мы сделали это в Майами. Мы прокатили от Майами до самого Вашингтона вот с этими флагами. Потому что мы помним, гордимся и чтим. И никогда не забудем наших героев. К бессмертному полку на этот раз присоединяться даже в столице Африканской республики Конго-Брозавелия. Там проживают около полутысячи потомков Великой Отечественной. Есть и россияне, которые работают в Центральной Африке. В Конго уже начали готовиться к праздникам и учить песни военных времен. Активно готовятся к акции и на Кубани. Изготовить портрет своего героя бесплатно можно в любом МФЦ, в учреждениях культуры по всему краю. Организаторы ожидают, что 9 мая в патриотической акции в нашем регионе примут участие около полумиллиона человек. Рассказать о своем герое войны всему миру в соцсетях. Телеканал Кубань24 продолжает акцию к 9 мая. Она называется «Этот день мне приближали». Присоединиться может каждый. Главное разместить в своем аккаунте в Фейсбуке или ВКонтакте историю родственника, который делал все возможное для долгожданной победы и на передовой, и в тылу. Для участия в акции необходимо выложить с видео или фото героя и обязательно поставить хэштег. О подвигах предков уже рассказали десятки кубанцев. Среди них и Роман Короленко из Ейска он поделился воспоминаниями о прадеде. Получил героя Советского Союза в звании подполковника за форсирование Днепра. Он командовал полком, который совершил этот героический подвиг. Также он был награжден орденом Суворова и различными другими медалями, орденами разной степени. Он вернулся с войны благополучно. Звание подполковника. Улица города Варьейска названа в его честь. Не забывайте к вашему рассказу ставить хэштег. «Этот день мы приближали». Каждую историю мы разместим в соцсетях телеканала и покажем в программах «Утро», «День Кубань-24» и «Фактах». Но самое главное, о ваших героях услышит весь край в эфире праздничного телеканала «Наш День Победы». Он пройдет на Кубань-24 9 мая. Истории героя Великой Отечественной помогают восстанавливать поисковики. Каждый год они находят все новые и новые захоронения бойцов. Затем с помощью архивов и личных вещей погибших находят родственников. О поисковой работе в нашем регионе сегодня пойдет речь в программе «Через край». Гости студии расскажут о последних раскопках. Поговорят о том, с какими проблемами сталкиваются поисковики. Свои вопросы можно задать по телефону прямого эфира. Ток-шоу начнется сразу после фактов в 20.30. Кубань и японская префектура Ямагути наметили план сотрудничества. Сегодня Вениамин Кондратьев встретился со своим коллегой из страны восходящего солнца. О необходимости налаживать взаимодействие между странами не раз говорил президент России Владимир Путин. Точки соприкосновения у регионов есть практически во всех отраслях, отметил глава Краснодарского края. Наши бизнесмены готовы наращивать взаимодействие с зарубежными партнерами и обмениваться опытом. В том числе речь зашла о современных технологиях, которые развиты в Японии. Современная экономика требует современных подходов. Мы сегодня очень активно наращиваем темпы в агропромышленном комплексе, в промышленности, в переработке. И для этих целей, конечно, нам нужны партнеры. Япония по расстоянию от нас далекая страна, но я хотел бы, чтобы по жизни она была намного ближе. Это целиком зависит от нас. Насколько мы сможем создать условия для того, чтобы жители префектуры Ямагути и жители Краснодарского края познакомились с культурой, традициями друг друга. А наши бизнесмены нашли те взаимные точки роста, точки интересов и смогли организовать хорошие партнерские совместные отношения. Наша префектура имеет очень богатые природные ресурсы и сельскохозяйственные, и лесные, и горные. С другой стороны, у нас есть промышленные зоны, развит туризм. Это, в частности, горячие источники. Наша префектура гордится своей историей. И я надеюсь, что у нас будет много точек соприкосновения. И благодаря взаимопониманию мы будем расширять наше сотрудничество. Сотрудничество между регионами будущие партнеры закрепили подписями. Глава края и губернатор префектуры Ямагути подписали деловое соглашение. Кубань и Япония будут вместе работать над проектами в сферах торговли, экономики, культуры, спорта, образования и науки, а также туризма. В завершении встречи теперь уже новые партнеры обменялись подарками и сфотографировались на память. Крупнейший роддом для винограда в Семерукском районе открыли самый технологичный в России питомник для выращивания саженцев солнечной ягоды. Старт предприятию дал губернатор края Вениамин Кондратьев. В Тамане рассчитывают возродить автохтонные сорта, те, которые выращиваются только на этой территории. Почему на кубанский питомник возложила надежды вся отрасль страны, разбирался Александр Иванченко. С хирургической точностью необходимо соединить в одно целые черенки от разных сортов винограда. Операция по прививанию один из самых ответственных этапов в работе виноградного питомника. От этого зависит, насколько саженец будет устойчив к болезням и быстро ли адаптируется к почве. Чтобы ускорить процесс создания посадочного материала, привитые черенки отправляют в стратификационную камеру. Камера стратификации – своеобразный инкубатор для винограда. Здесь ускоряют процесс сращивания саженцев. На всё это уходит не больше 16 дней. Специально создают искусственный микроклимат. Температура от 27 до 32 градусов, влажность от 70 до 98%. Человек чувствует себя примерно как в бане, но для винограда самое то. Подобный виноградный питомник – первый в Краснодарском крае и крупнейший во всей России. Красную ленту на открытии сегодня перерезал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Мы сегодня всё время говорим об импортозамещении, но какое же импортозамещение, если сегодня глаза импортные. К сожалению, определённые традиции были утрачены, но сегодня наши винодельческие предприятия будут обеспечены виноматериалом из нашего винограда. Это важно и сегодня необходимо для того, чтобы мы смело смотрели в будущее нашей винодельческой отрасли. Это первый шаг в создании питомников в нашем крае. Мы планируем довести производство саженцев на этом объеке до 6 миллионов саженцев в год. Это очень серьёзная цифра. И она позволяет смотреть в будущее не только нашей компании, а всему виноградарскому сообществу России. Для сравнения, в 2015 году во всей стране произведено чуть меньше 4 миллионов саженцев. Для отечественного виноградарства, открывшийся на Кубани комплекс, это реальный шанс перестать зависеть от покупаемой за границей лозы. В этом году зависимость по лозе от импорта у нас варьирует от 40 до 50%. Что касается 2018 года, то процентная зависимость будет снижаться, ну и составит ориентировочно 30%. В 2019 год 20-15% и в 2020 год 100% питомник всю свою мощность реализует на собственной лозе. Создавать саженцы в питомнике собираются не только для личного производства компании, но и для желающих по всей России. Уже есть несколько предзаказов. В этом-то и смысл, чтобы питомник на самом деле снабжал весом и ваше предприятие, но и другие винодельческие предприятия нашего региона. Сегодня в составе делегации есть делегация из Чечни, делегация из Крыма, делегация из Дагестана. Это уже потенциальные покупатели, которые, так сказать, приехали посмотреть товар. Это потенциальные покупатели при условии, что они после покупателей из нашего региона. Параллельно неподалеку разбивают новые виноградники. Через 3-4 года на Тамани рассчитывают сформировать кластер автохтонных сортов, то есть тех, которые выращиваются только в этом районе. Собственный виноматериал позволит как слезть с иглы импортных поставок, так и сыграть на понижение цены конечного продукта. В производстве вина доля сырья может занимать больше половины себестоимости. С открытием крупнейшего в России виноградного питомника Краснодарский край в прямом смысле становится колыбелью солнечной ягоды. Ну а места для ее посадки в регионе достаточно. Треть всех виноградников в стране находится именно на Кубани. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Темирюкский район. Темирюкский район лидер Кубани не только по количеству виноградников, но и по производству вина. В прошлом году по бутылкам и бочкам здесь разлили больше 128 миллионов литров благородного напитка. Это львиная доля от всего производимого кубанского вина. Почти в четыре раза меньше белого, красного и игристого разлили в Крымском районе, который находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Славянский район. Уже в этом году винодельческих предприятий станет еще больше. На карте Виноградного моря появится северный район, Ейский. Всего же в крае изготовления винодельческой продукции сейчас занимается около 40 предприятий. За спасение человеческих жизней звание Героя труда России. Его удостоен Владимир Парханов, главный врач Краевой клинической больницы номер один. Указ о присвоении государственной награды подписал президент страны. Золотую звезду хирург получил за заслуги перед Отечеством выдающиеся результаты работы. Накануне знаменитому врачу исполнилось 70 лет. Поздравить академика Парханова с юбилеем в Краевую филармонию приехали его коллеги и друзья пациенты. Губернатор и спикер Кубанского парламента лично присутствовать на торжественном вечере не смогли, но передали свои поздравления. Парханов это сегодня не просто фамилия гениального доктора, который провел больше 25 тысяч операций. Это уже бренд. Бренд в медицине Краснодарского края. Мы гордимся и благодарны вам за то, что свой талант вы отдали родной Кубани. Под вашим руководством в крае появился один из лучших в стране кардиологических центров. А первая клиническая больница стала одним из ведущих научно-исследовательских институтов страны. Это действительно достойная оценка вашей многолетней врачебной, научной и общественной деятельности, ваших особых трудовых заслуг перед государством и народом России. Уверен, что и в дальнейшем ваша энергия, энтузиазм, профессионализм будут приносить реальную пользу обществу и государству. Редактор субтитров А.Семкин Центр, который сегодня возглавляет академик Парханов, это, безусловно, центр международного уровня. И сегодня, когда я делал обход, я увидел весь спектр операций, которые делаются в мировой практике. Сегодня мы делаем операции 80-летним, 85-летним людям, операции на открытом сердце. Эти операции делаются здесь. Со сцены Владимира Парханова поздравляли не только врачей, но и лучшие артисты краевой филармонии. Его называют великим и выдающимся. Его уважают, даже немного боятся, но больше любят и коллеги, и пациенты. О главном таракальном хирурге Кубани репортаж моей коллеги Ексении Ермолаевой. Привет, дорогая. Как дела? Уже месяц каждый обход заканчивается именно в этой палате. Владимир Парханов подарил Карине шанс на жизнь, теперь следит за реабилитацией. У нее был хобл тяжелой степени, заболевания, при котором легкие превращаются в пузыри и лопаются. Молодая женщина почти не могла ходить и даже дышать. Помочь могла только трансплантация. Теперь Карина учится жить заново. Каждый день она проезжает километры на специальном велосипеде. Чтобы ты меня поздравила с 80-летием, это пройдет 10 лет. Вот это будет самая большая радость, чтобы ты меня поздравила, поняла? Труд Владимира Парханова коллеги из других регионов называют уникальным и иногда за гранью возможностей. В Краевой клинической пациентам пришивают пальцы и руки, восстанавливают лица. Почти каждый день тут происходят новые медицинские сенсации. В 2016-м только в Центре грудной хирургии провели более 15 тысяч операций. Парханов всегда подчеркивает, он сам ничего не смог бы. Каждый сотрудник от именитого доктора до техслужащей – незаменимый специалист. Это огромное количество врачей, огромное количество медсестер, огромное количество санитарок, огромное количество коллектива. Это весь коллектив, который делает так, чтобы здесь был свет, здесь работали кондиционеры, чтобы здесь было чисто, нормально. Я им очень благодарен. Это самый лучший, я считаю, в мире человек, организатор, который организовал, ведет такую работу в больнице. Не потянул бы эту работу никто, наверное. А у него хватает сил на всех, на сотрудников, на внимание к сотрудникам. На силы хватает, на строительство все это. Я не знаю, откуда он берет силы. Один из лучших таракальных хирургов страны, постоянно внедряющий что-то новое, со скальпелем разлучается почти полвека. Он оперирует каждый день, обязательно под музыку. Парханов перестал считать операции, когда количество спасенных жизней перевалило за 10 тысяч. Вы только представьте, сколько людей спасли эти руки. Это же целый город, маленький, но город. Раньше восьми вечера сменить белый халат на домашний не получается. Помимо операции и административную работу в больнице никто не отменял. Вот так, к примеру, проходит ежедневная планерка с персоналом. Только иногда Парханов позволяет себе выспаться. Я не думаю о том, что 70, а сколько мне осталось, 3, 5, 10, 20 лет. Я не думаю об этом. Я традиционно начинаю свой день рождения с операцией. И они подберут мне самую тяжелую операцию. У Владимира Парханова две дочери, пять внуков и два правнука. Каждую свободную минуту он старается провести с близкими, но основное время проходит здесь, в стенах главной больницы Кубани. А что касается юбилея, так это вообще не возраст, уверен главный таракальный хирург. Своих ровесников-пациентов называют не иначе, как молодой мужчина или молодая женщина. И добавляет, именно в 70 жизнь только начинается. Ксения Ермолаева, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Взорвали и обокрали. Минувшей ночью налетчики вскрыли банкомат Славянский на Кубани. По данным Краевого управления МВД, аппарат находился в здании местных электрических сетей. Злоумышленники наполнили банкомат газом, за чего произошла детонация. Сейчас правоохранители выясняют, сколько денег было похищено и какой ущерб нанесли воры. Возбуждено уголовное дело. Сегодня вспоминают события самой крупной техногенной катастрофы в мире. 31 год назад прогремел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. На Кубани в память об этом событии открыли сразу два обелиска. В Тихорецке утопал в цветах монумент высотой около 5 метров. А в горячем ключе у памятной стелы собрались участники тех событий. Они почтили память погибших минутой молчания. Траурные митинги сегодня прошли по всему краю. В Краснодаре герои-ликвидаторы спустя 31 год хорошо помнят, что пришлось пережить им в те дни. Около четвертого блока, галерея стеклянная, по которой ходили люди, она была засыпана песком наполовину сразу после аварии. И этот песок очень фанил, и туда могли не пройти ни ученые, ни работники. Мы лопатами отгребали этот песок. Работали 12 минут. Это первый мой выезд на станцию. В ликвидации чернобыльской катастрофы приняли участие более 12 тысяч кубанцев. Кроме того, сейчас в крае живут больше полутора тысяч человек, которые были эвакуированы или переехали из зоны отчуждения. Всем этим людям, а также родственникам погибших ежегодно выплачивают денежные компенсации. В этом году из краевого бюджета пострадавшим в Чернобыле выделено около 18 миллионов рублей. Сегодня в Бурятии во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Инцидент произошел в районе военного полигона Телимба. Подробности аварии знает Наталья Клещева. Наташа, здравствуй. Добрый вечер, Вероника. Как сообщили в Министерстве обороны, крушение сверхзвукового перехватчика произошло в безлюдном месте, поэтому на земле никто не пострадал. Оба летчика успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Боеприпасов на борту не было. Причины падения самолета пока неизвестны. Другие события страны и мира я собрала в кратком обзоре. У Европы жар и сыпь. Массовую вспышку кори зафиксировали медики. В числе заболевших более 4000 человек. Инфекция накрыла 14 стран. Болгарию, Венгрию, Чехию, Германию, Португалию, Францию и другие государства. До России, по словам экспертов, эта страшная эпидемия не доберется, но болезнь угрожает туристам. И сегодня с предупреждения выступил Роспотребнадзор. Уже зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала. Просим россиян проявить бдительность и учесть этот фактор при планировании выездов в указанные страны. Местные врачи пытаются локализовать вспышку кори, активно проводят вакцинацию, но распространение инфекции вызвано как раз низким уровнем иммунизации жителей стран Европы. Пароход, который не хотел погибать, нашли дайверы в Крыму. Так называют легендарный корабль, который затонул с якобы награбленными сокровищами Третьего Рейха. Близ Евпатории водолазы обнаружили судно, успевшее сменить немало хозяев, и в конце своей карьеры вывозившие из Крыма богатства, украденные нацистами. Пароход был построен в Германии, позже стал советским и получил имя Харьков. 10 августа 43-го пароход отправился в свой последний поход из захваченного немцами Севастополя. Его атаковали советские самолеты, и судно навсегда осталось в морской пучине на глубине 90 метров. Государство предлагает разбогатеть. Сегодня Минфин начал продажу гособлигаций для населения. Россияне могут выгодно вложить деньги. Как уверяют эксперты, доход по этим ценным бумагам выше, чем по вкладам в крупных банках. Ставка будет расти каждый полгода. Стоимость одной облигации – 1000 рублей. Их уже можно приобрести, в том числе онлайн, и погасить в любой день до 2020 года. Каждый желающий сможет приобрести от 30 до 15 тысяч таких купонов. В финансовом ведомстве отметили, что целевой аудиторией для новых облигаций станут люди с достатком ниже среднего. Люди с абсолютно разным содержимым кошелька попадут в поле зрения ручных радаров. Такие приборы снова выдали инспекторам ГАИ, чтобы отслеживать превышение скорости. Почти год радары не использовали, и вот теперь их решили вернуть с обновленной прошивкой, которая, если и верить экспертам, позволит избежать неправомочных действий со стороны полицейских. Внесение инспекторам изменений, либо удаление какой-то информации невозможно. Данный прибор сразу блокируется. Раньше инспекторы могли менять данные, чтобы ликвидировать коррупцию, и отменили эту аппаратуру. Теперь смухлевать не получится. Фиксаторы скорости работают автоматически. Запись сама включается, когда в кадре появляется нарушитель. На месте инспекторов я бы и без радара остановила автомобиль Ягуар, который мы далее покажем. Но не для того, чтобы оштрафовать водителя, а чтобы поглазеть на необычный декор кузова и сделать селфи. А что в нем такого интересного? Ягуар розовый и в стразах? Украшен, но брутально. Машина вся оклеена тысячами моделек мирового автопрома, который всю жизнь собирал малазийский бизнесмен по имени Датук. Игрушек стало так много, что их уже негде хранить, и мужчина решился на такой яркий тюнинг авто. Пластмассовые машинки всюду. На зеркалах, бампере, дверях и капоте. Тут 4,5 тысячи моделей. Пользователи интернета в комментариях позавидовали будущему сыну Датука. Радужный Ягуар достанется ему. Но пока владелец цветной дорогой машины – холост. И продолжим брачную тему. Судан, 43 года, рост 183, вес чуть больше двух тонн, мечтает познакомиться. Из особых примет – слишком большой нос, точнее рог. Страничка с таким фото теперь есть на популярном сайте знакомств в Кении. Не поняла, Наташ, кто там такой тяжелый и себе ищет невесту? Единственный в мире самец северного белого носорога. Аккаунт ему завели зоологи. Это отчаянная попытка сохранить этот вид от вымирания и найти подружку-холостяку. У Судана есть внучка и сестра, а род продолжать надо. Смотрители сафари-парка надеются, что взрослый носорог с помощью интернета дождется все-таки свою многотонную благоверную. Наташа, спасибо. Больше полутора миллиардов рублей бюджетных денег пойдут на парки, скверы и дворы кубанцев. Край заработала федеральная программа по благоустройству. Решать, где разбить сад, а где поставить скамейки, будут сами жители. А варианты им должны предоставить местные власти. Проект будущей зеленой зоны или небольшой детской площадки вынесут на всеобщее обсуждение, учтут все пожелания и только затем приступят к поиску подрядчиков. Одно из главных условий – каждый новый проект должен сочетаться с предыдущими. Мы подошли комплексно. То есть это не разрозненные какие-то территории, чтобы это имело и видимый эффект, и функциональный. Чтобы люди получили новые детские площадки, места отдыха, благоустройства, освещения, озеленения. Сейчас программа по благоустройству действует в 22 муниципалитетах. Все утвержденные проекты реализуют на основе софинансирования. Краевой и федеральный бюджет уже выделили свыше миллиарда 600 миллионов рублей. Теперь свою долю, это порядка 160 миллионов, должны внести муниципалитеты. Программа будет действовать 5 лет. Стало известно место, где пройдет финал пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Состязание состоится в Краснодарском выставочном комплексе «Экспоград-Юг». Там уже начали готовить конкурсные площадки. На них свое мастерство покажет больше 1200 школьников и студентов техникумов и колледжей. До старта решающего этапа остается чуть больше двух недель. Сейчас участники соревнований под руководством своих наставников оттачивают мастерство. Анастасия Дешина о том, как готовятся молодые профессионалы. Попробовать профессию на ощупь. Вот главная причина, почему Станислав Занин решил участвовать в чемпионате WorldSkills Russia. Сельхозтехникой он на «ты» еще с детства. Вместе со старшими братьями осваивал и ремонт, и вождение больших машин. После получения аттестата сразу отправился в Брюховецкий аграрный колледж. Сейчас учится на третьем курсе. Осенью наставник Сергей Пилипенко предложил ему попробовать свои силы во внутреннем отборе перед региональным чемпионатом молодых профессионалов. Долго думать Станислав не стал. Узнаешь что-то по своей профессии, которое бы, возможно, просто учащийся в колледже бы не узнал. Ну и, мне кажется, благодаря этому конкурсу будет проще в дальнейшем устроиться на работу. Этот конкурс позволяет нам учебную базу колледжа поднять на более высокий уровень за счет того, что конкурсные задания для всей России единые. Мы с этой задачей справились. То есть мы застроили площадку по конкурсным заданию. Краснодарка Дарья Пономаренко тоже учится на третьем курсе. Ее компетенция – графический дизайн. Даша тоже участница чемпионата. Даша, как у тебя дела? Ну, все хорошо. Можно мне отправлять на печать? Да, молодец. Отправляй. Сейчас Дарья вместе со своим куратором выполняет очередное задание для состязания молодых профессионалов. Правильно выбрать композицию, сочетание цветов и расположение графических объектов – одно из заданий обучающего модуля. Для меня это будущее однозначно, потому что это мировой конкурс. И там выдают дипломы, которые в дальнейшем могут очень помочь при устройстве на работу. Оба участника признаются – самое сложное – совладать с эмоциями. А в своем мастерстве они уверены. Все дети 100% трудоустроены. Чемпионат посещает представители реального сектора. Они выбирают лучших детей и предлагают им качественные рабочие места, хорошие условия работы. То есть это еще и так называемая ярмарка специалистов. Финал национального чемпионата состоится в Краснодаре с 15 по 19 мая. Участники уже прошли сложные отборочные туры. И сейчас, на заключительном этапе, нервы молодых профессионалов напряжены до предела. Конкуренция очень высока. Состязаться предстоит в 109 компетенциях. Специальности самые разные – от сварщика и повара до инженера генетики и графического дизайнера. Анастасия Дешина и Михаил Боеправ, Кубань-24, Краснодар. Лидер регионального отделения «Справедливая Россия» вышел из партии. В своем решении Эдуард Кузнецов объявил сегодня на пресс-конференции. Оставить пост пришлось из-за финансовых махинаций, которые Кузнецов обнаружил, вступив в должность. По его словам, партийная казна пустошина. Кроме того, по итогам судебных разбирательств, краевое отделение «Справедливая Россия» могут оштрафовать на 36 миллионов рублей. Эти долги возникли в результате деятельности бывшего руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». Однако Андрей Викторович Шруденко категорически отказывается отвечать по этим обязательствам. С его стороны все контакты с представителями партии прерваны. Его местонахождение нам неизвестно. Накануне Кузнецов пытался встретиться с лидером партии в Москве, но Сергей Миронов его не принял. Волшебный мир звука сегодня открылся для братьев из Ейского района. 11-летний Александр и Алексей Гайнулины примерили долгожданные слуховые аппараты. Их они получили в рамках благотворительной акции «Пасхальный звон» для детей с нарушениями слуха. Братья Гайнулины стали одним из первых, кому пришла помощь. Для них и нескольких других детей пожертвовал деньги бизнесмен и депутат ЗСК Сергей Прокопенко. Историю этих близнецов факты рассказывали три недели назад у мальчиков с двух лет двусторонней тугоухости. И сегодня, благодаря акции, им удалось приобрести сразу четыре аппарата. Первое, что они услышали после установки прибора – колокольный звон. Он и стал символом благотворительной акции. Пока они понимают не все окружающие звуки, им еще предстоит изучить новый мир. Акцию для детей с нарушениями слуха организовал благотворительный фонд «Край добра». Весь апрель в регионе проходили выставки, где любой посетитель мог поддержать маленьких кубанцев. Все собранные средства фонд направит на покупку слуховых аппаратов, коклеарных имплантов и FM-систем. Завершится акция уже в эту субботу – выставка ярмаркой в городском саду Краснодара. Мы обязательно расскажем о тех детях, которые благодаря пасхальному звону смогут услышать мир. Также помочь детям можно, отправив смс со словом «Счастье» на номер 7715, указав через пробел «Сумо». Пожертвования принимаются и на официальном сайте благотворительного фонда «Край добра». В гипермаркетах и магазинах теперь можно приобрести молочные продукты в канистрах. Торговая марка «Кубанский молочник» впервые в крае стал выпускать свою продукцию в более современной упаковке. Такую тару удобно хранить в холодильнике, она не займет много места на полке. А благодаря ручке и широкому горлышку канистры даже ребенок сможет налить снежок, кефир или молоко, не пролив при этом ни капли. На предприятии прошла масштабная реконструкция, в результате которой появилась новая линия розлива молочных и кисомолочных продуктов. Канистры двух форматов – 1,4 и 720 грамм. Одной такой канистры большой хватит для всей семьи. Она удобна тем, что имеет ручку. Изготовлена из безопасного, прочного материала. Ее удобно хранить и использовать. На заводах предприятия используют только качественное молоко без добавления консервантов. Так что, покупая напитки в канистре, вы можете быть уверены, что приобрели полезный натуральный продукт. Вспахать 40 соток земли, нажав всего пару кнопок, житель Крымского района оборонит огород без особых усилий. Роман Ефременко из хутора Черноморского смастерил умного помощника мотоблок на дистанционном управлении. На изобретение ушло полтора года. Справился Роман Ефременко без учебников и подсказок из интернета. Сам создавал чертежи, экспериментировал с размером деталей и мощностью агрегата. В итоге получилась мечта любого мужчины. Рычит громко и едет, как танк. Управляется полностью через радиоканал. Имеет бензиновый двигатель. Управление идет по 10 каналам. 2 мегабита в секунду передачи информации. Сельский Кулибин изобрел умного помощника. Они из-за прихоти. Идея пришла после серьезной травмы спины. Работать физически он не мог. Огород зарастал сорняками. Тогда мужчина нашел выход. Впрочем, нестандартные идеи. Роман Ефременко начал генерировать еще 6 лет. Сейчас его дом наполнен полезными устройствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова